Динамо и Батте 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 Знаете, как страшно. Тренеру вообще не должно быть такого состояния. Страшно, не страшно. Они профессиональные футболисты, они готовятся вместе с командой с первого дня. Они хорошо физически готовы один и второй. Поэтому понятно, что Джозеф Ада у нас легионер. Где-то немножко вопрос адаптации был. Но в целом он в этой позиции, это его профильная позиция, левый атакующий полузащитник. И в целом он неплохо справился. Уже ясно, замена была вызвана тем, что я понимал, что Батэ уже раскрывается, будут зоны свободные. А он достаточно быстрый футболист нашей команды. Поэтому на вот этом свободном пространстве задание получил, чтобы все-таки он обострял ситуацию. И отодвинул игру от наших ворот за счет своих скоростных качеств и за счет дриблинга. Были эпизоды, где он хорошо сработал. Есть еще вопросы? Миронов Илья, интернет-портал Спорт-Петербай. В первом тайме игра выглядела более-менее равной. Где-то ближе к концовке я даже Батэ немного прибавлял. Но во втором тайме, чему свидетельствует счет, по большей части игра осталась за Динамо. Как вы считаете, за счет чего вашей команде удалось сегодня победить и переломить ход встречи в свой пост? Ну, знаете, в таких матчах, когда, еще раз повторюсь, две достойные команды встречаются, очень важен фактор первого забитого гола. Поэтому здесь, поверьте, случилось так, что мы забили первыми гол, а потом Батэ сравнял счет. Естественно, что как только Батэ сравнял счет, и здесь вот пошло, как такое, знаете, выражение перетягивания каната, кто кого. И когда уже мы забили второй, естественно, мы управляли ситуацией, потому что времени оставалось не так много, и Батэ нужно было раскрываться. То есть, когда две команды обладают хорошим исполнительским мастерством и подбором футболистов, на свободном пространстве, когда оно появляется, конечно, могут возникать опасные ситуации. Фактор первого гола склонил чашу весом в нашу пользу. Когда мы забили этот первый гол, естественно, мы какое-то определенное преимущество в игре психологическое получили. Затем Батэ сравнял счет, психологическое преимущество перешло к сопернику. Затем мы забили второй гол, да, продавили ситуацию, вратаря до конца доработал Никифоренко и внесли, как говорится, с ленточки мяч в ворота. Опять психологическое преимущество перешло к нам. И, естественно, что уже когда концовка, когда команда большими силами соперника раскрывается, вот здесь возможность проводить быстрые встречные атаки и поймать соперника на встречные быстрые атаки. Вот что и случилось, в принципе. Поэтому, еще раз говорю, фактор первого гола. Уже третий матч Федора Лоповухова в стартовом составе, но уже против соперника более сложного уровня. Как оцениваете игру вратаря? Ну, меня очень радует то, что он психологически устойчивый, да, хоть и парень молодого возраста, 2003 года рождения, да, но очень психологически устойчивый. Потому что с ребятами, которыми доводилось работать, особенно на вратарской позиции, довольно молодыми, да, им свойственна вот эта, можно сказать, такая психологическая неуверенность. Когда приходится или выходить в стартовом составе, или, может быть, даже на замену выходить, когда случаются бывают травмы вратарей, да, и вот здесь всегда есть опасения, что как молодой вратарь справится в этой ситуации с точки зрения психологии. Ну, у Федя, еще раз говорю, он довольно психологически устойчивый, ну, здесь надо отдать должное тренеру вратарей нашей команды, где идет очень серьезная, кропотливая работа именно в психологическом подготовке к матчу. Помимо технико-тактических каких-то действий идет еще психологическая работа, и здесь очень важен фактор тренера вратарей, который вот эту работу ведет. Поэтому, в целом, мы довольны и всей командой, и действиями Федора. Приятной неожиданностью стало большое количество ваших болельщиков на выездной игре, и то, как хорошо было слышно практически все 90 минут, они сильно помогли в достижении победного результата? Безусловно, безусловно, потому что, поверьте, ну, мне, наверное, как городской стадион этот Борисович очень прекрасно знает, и знает, какой здесь антураж. Да, он немногочислен, я имею в виду по 5,5 тысяч, по-моему, да, Сергей Николаевич? Да, 5-4 тысяч вмещает, но когда он полный здесь чувствуется, чувствуется хорошая энергетика, хороший антураж. Поэтому, конечно, нам очень важно было чувствовать поддержку своих болельщиков, за что мы, конечно, команда в целом благодарны. И те эмоции, которые после игры они испытали, команда подошла, поблагодарила, и они все довольны и благодарны команде за сегодня доставленные эмоции.